Всем привет, добро пожаловать в новый влог, решила снять влог, не снимала на этих выходных отдельное видео про уборку, как обычно, вот, что-то не было особо желания, и у меня муж уехал на все выходные, у меня сына тоже на все выходные забрали, поэтому в пятницу вечером с дочкой спокойно отдохнули, я спать уложила, потом просто сидела стиркой занималась, фильм смотрела и параллельно в машину вещи стираться закидывала, вот. А вчера в субботу я убиралась уже вместе с дочкой, она мне не спала, она в стульчики из мною ездила, поэтому мне очень удобно было снимать, и решила сегодня в воскресенье записать влог, рассказать про свои успехи с трекерами и немножко снять и уборки сюда вставить, потому что уборки у нас опять накопилось много, хотя мы с дочкой вдвоем, и вроде бы вчера убрались, но сегодня надо продолжить уборку, вот. В общем, помыла голову, и как вот я в прошлом видео вам рассказывала, мыла этим зайтун шампунем, и потом вот бальзам на влажные волосы феном просушила, и когда я смывала, я просто проводила руками по волосам, я такая, офигеть, они были просто такие гладкие. Ну, обычно они мне, когда я мою, они мне запутаются, и ты рукой проводишь, там куча узлов, а я провожу, и просто волосы такие гладкие, я так офигела. Вот, не знаю другого слова, даже не подобрать, я просто в шоке, в общем, была. Вот, сейчас они у меня сами высыхают волосы, посмотрим, какой у меня там эффект будет. Первый раз сделала зайтун, очень хотела попробовать, вот. Вот, и если, ну, реально это классно, то я буду им только так пользоваться тогда, потому что на этой неделе на волосы я никакие масла, ничего не наносила, мне было вообще не до волос. Вот, трекеры, где про волосы у меня вообще все пусто, вот. Единственное, что наносила это средство 12 в 1 пару раз, это, и вот решила сегодня сделать такую процедуру, чтобы немножко их оживить. Это, а то они вообще сухие какие-то стали за эту неделю. Так, что такое? Вот, что еще хотела рассказать, что, сейчас расскажу про трекеры, чуть-чуть попозже подойду к ним, вам покажу их. Вот, на эту неделю мы в среду ходили в баню, по идее, там баня с бассейном, я уже, по-моему, рассказывала, очень круто, мне понравилось. Вот, сыну тоже, мы там были два с половиной часа, из которых два часа у меня сын с дочкой просто торчали в бассейне, не вылезая, в бассейне не вылезая. И что самое интересное, как бы мы без детей раньше ходили в сауну, и все время на следующее утро кто-нибудь просыпался простывший. А здесь такого не произошло, там было настолько тепло, там ни сквозняков, ничего не было. У меня сын наотрез просто отказывался заходить в парилку с криками, он хотел сидеть в бассейне, он там сидел, играл, там бассейн очень глубокий, вот, 90 сантиметров, по-моему. И сын просто вот оттуда не вылазил, я боялась, что утром мы проснемся все с соплями, но вообще нет, все здоровые, свежие, бодрые, в общем, классно, будем еще туда ходить. И в следующий раз постараюсь заснять, показать вам, если пойдем. Вот, сыну очень понравилось, он просто каждый день теперь просится туда поехать, я хочу еще с ним попробовать съездить в обычный бассейн. Там есть хороший такой детский маленький бассейн с теплой водой и отдельная такая, типа, называется аквадискотека, по-моему, такая штука. В общем, там музыка играет, свет, и там тоже очень теплая вода, не как вот в обычном взрослом бассейне. И, типа, джакузи, не джакузи, не знаю, хотим еще с ним сходить, посмотрим, понравится ему, нет. Вот, вместе тоже с дочкой, все вместе сходим, как, наверное, на этой неделе сходим, я узнаю, нужна ли туда дочке шапка, у нас просто и шапочки нету. Вот, и насчет дочки, мы с ней закончили тренировки, да, и закончили тренировки к нам домой, сколько, с пяти, нет, с четырех месяцев, к ней домой 2-3 раза в неделю, приезжала тренер, делала ей массаж, потом они занимались в фитболе, и потом она плавала у нас в ванной, она у нас научилась нырять, задерживать дыхание, вот. И последнее время, наверное, последние недели 2-3, она на каждой тренировке, как только заходит в ванну, она начинает плакать, и вроде вода нормальная, и все хорошо, тренер она своего просто обожает, что такое, мы не могли понять. Тренер нам посоветовал сходить в эту баню, посмотреть, как она будет себя чувствовать в большом бассейне, и если все хорошо, то, в принципе, мы можем начинать тренировки. И она из бассейна просто вылазить не хотела, мы ее сажали в стульчик, хотели с мужем сами поплавать, вот, дочка начала орать, почему меня не берут, она на нас так смотрела, такими глазами, чтобы было все ясно, что ей надо плавать, вот. Так что она у нас, ну, она у нас рак, хотя сын у меня тоже рак, но он так, как-то немножко с осторожностью, а дочка прям, да-да, я хочу купаться, и прямо вот вылезать вообще не хотела, и в парилке она у нас хорошо посидела на нижней полочке, вот. А, сейчас хочу сделать маску на лицо, дочка у меня, по-моему, спать не собирается, я тут пыталась ее уложить, она мне не укладывается, в общем, решила, пока она сидит, в хорошем настроении, начать записывать влог вам. Уже на 6 минут наговорила, наверное, пообрезаю. Вот, в общем, сейчас нанесу увлажняющую маску и пойду мыть пылесос, потому что я сейчас запустила посудомойку на час, на эту самую короткую, вот, маленькую функцию, намыть, решила насадки от пылесоса, они уже помылись, сейчас намой сам пылесос, и буду мыть посудомойку, потому что ни разу этого не делала, сколько мы тут живем, надо, по идее, по-хорошему намыть, плюс у меня куплено уже давно это средство лежит, в котором запустить, чтобы намылась посудомойка, надо сейчас это сделать. Начинаю намывать пылесос, у нас почему-то стала часто мимо коробки выливаться вода, и вот все время внутри там вода, поэтому каждый раз после того, как мы полы, или просто даже пылесосим, выливаем оттуда вот, еще у нас вот эта дырочка, она все время грязная, там все время куча пыли, постоянно ее моем, сейчас прям хорошо прочищаю. Хотела найти еще мою щетку, которая всякие швы, стыки мою, но вот не нашла ее, хотела еще ей почистить, и их все хорошо протираю внутри пылесоса. Обычно пользуемся двумя насадками, которые вот такая обычная, когда пол пылесосишь, и которые пылы моем, и моем их сейчас очень-очень часто, чуть ли не каждый раз, там 2-3 раза в неделю их мою, вот, и они все время очень-очень грязные, и в основном ими мы и пользуемся. Пылесос мы купили в начале октября, как только заехали в эту квартиру, и просто нон-стопом пользуемся постоянно, каждый день, либо моем полы, либо пылесосим, вы уже, наверное, много раз видели, как я им мою диван, стулья, детский стульчик, мы им моем просто абсолютно все. Вот эти насадки, сейчас достала их с посудомойки, это все было в посудомойке, так, не пугайтесь, у меня на лице увлажняющая маска, сейчас все собираю, и буду снова сейчас мыть быстренько полы, пока дома никого нету. Пока у меня сейчас спит дочка, решила разобрать вещи детской, не вещи, а игрушки, а потом уже разобрать вещи, которые постирались, там уже, наверное, все высохло, перестировала у сына сегодня, ой, не сегодня, в пятницу еще, перестировала постельное, на матрасник, одеяло, все просто, потому что, в общем, все просто перестирала, сейчас каждую неделю это делаем, потому что отучаем сына от памперса, хотя муж, он уже большой, у нас два с половиной года, но в летом он еще не был как бы готов, он как бы просился на горшок, да, он, ну, летом выходил гулять без памперса, у нас даже было такое, ну, что-то как-то не задалось, потом он в садик пошел, и в садике тоже мы пытались, поначалу не получалось, а сейчас он уже сам, в принципе, к этому готов, и в садик он у нас старается ходить без памперса, мы стараемся его отправлять, ну, просто главное, чтобы он с утра у нас, у нас с утра очень тяжело подняться, сейчас я его раньше бужу в садик, чтобы он перед садиком поиграл, успел сходить в туалет, потому что иногда он не хочет долго, и уже перед самым выходом может в штаны, в общем, сходить, но просится, просится, сейчас все время просится, смотрю, он просто, он не, как бы он пойдет сам, он просится, будет редко, он-то может сказать, но он пойдет и сделает сам, иногда он заиграется и может не пойти, вот, но это бывает сейчас очень редко, ну, вот и пока он у нас ночью может в кровать сходить, не проснуться, свои дела там сделать, ну, как бы, не знаю, для меня это уже победа, что мы без памперса наконец-то можем там в садик ходить, еще что-то, я особо на эту тему не парюсь, потому что, блин, ну, рано или поздно он все равно отвыкнет, пойдет в садик, в обычный государственный, там его уж точно как бы отучат, конечно, хотелось бы, чтобы он до садика, да, до лета у нас уже полностью отказался от памперсов, вот, ну, посмотрим, сейчас он уже, в принципе, все понимает, да, как бы это, и, как бы, старается ходить на горшок, но если на нем памперсы, он сходит в памперсы, что он знает, что ничего не будет, что они останутся сухие, два раза, двое выходных подряд, я убирала часть игрушек, вот, в итоге, в пятницу вечером, перед отъездом, сын вспоминал про какую-нибудь игрушку, которая у меня убрана, начинал переживать, что он ее потерял, еще что-то, мне приходилось доставать всю эту коробку, которую убирала, все время с игрушками, вот, сейчас снова уберу, часть игрушек, надо намыть вот эту машину, у меня сын ее присыпкой посыпал, он говорит, у нее тут красное, у нее тут болит, и, короче, он ее посыпал, поэтому надо ее намыть, и намыть стол, потому что он весь в пластилине, я тут просто вчера полы мыла, и, в общем, все передвинула, девчонки снова разбираю игрушки, и, в общем, в этот раз решила почти все игрушки оставить, убрать только самые такие громоздкие, в которые он очень-очень редко играет, это типа сундук, как, не знаю, называется, в общем, коробка, в которой инструменты лежат, он в нее часто играет, но пока я ее уберу, потому что у него тут и две машины огромные, много чего еще будет, достанно сейчас, домик, которым он редко играет, в общем, прям вот все такие игрушки, которые очень большие, много места занимают, и он про них редко вспоминает, вот, пока я их уберу, а все остальные игрушки уже, наверное, достану, потому что пробовала убрать прям процентов 70 игрушек, но вот он про все вспоминает, и потом начинается у него, что он их потерял, забыл где-то, и он очень сильно за них переживает, вообще девчонки, у меня муж просто мечтает, он уже иногда даже злится, что когда у сына игрушки раскиданы по всей квартире, когда у нас вечером сын дома, он начинает играть, и таскает игрушки везде, и получается, они потом везде, и под диваном, и во всех комнатах у нас, и чего мы только не делали, чтобы с этим бороться, у нас даже был контейнер, в котором лежали игрушки, этот контейнер у нас жил в большой комнате, чтобы не носиться по всей квартире, там их собирать, в детскую относить, вот, 105 раз туда-обратно бегать, мы просто складывали в контейнер, но в итоге этот контейнер, он потом валялся везде, и плюс у нас сейчас собака, она помогает сыну раскидывать игрушки очень активно, поэтому сейчас для нас прям реально выход, это то, что вот я завела этот мешок снова для игрушек, его за ручку взяла, пробежался по квартире, все игрушки в мешок спихала, убрал шкаф, ничего не видно, сейчас я прячу контейнер с ненужными игрушками, которые пока прячу от сына, и накрываю его пледом, всем там, чтобы ему не видно было, у него в шкафу, думала еще брать нам в гардероб этот контейнер, но решила, что пусть его игрушки хранятся только в его комнате, они качуют у нас по гардеробу, по всем шкафам в квартире, поэтому пусть они лежат только там, и тут я уже занялась перестановкой, сейчас вам скоро покажу конечный результат, намываю стол средством мини-либо универсальным для кухни, оно идет типа эко, поэтому я думаю, что для детской это просто идеально, решила я у него там пластилин с текой отдельно не отдирать, просто забрызгала этим средством, протерла тряпочкой, и все ушло, еще сын рисовал, и забрызгала немного стену, тоже протерла этим средством, очень мне нравится, он такой щадящий, но при этом все вот отмывает, такие какие-то не супер какие-то глобальные загрязнения, сильные, большие, и стена остается в порядке, потому что тут пробовала потереть меламиновую губку, и сразу след небольшой появился, грузовик, его саму свал намываю тоже этим же средством мини-либо, вообще мне очень нравится эта вот марка, по уходу для домовых средств, в общем сделала я перестановку, мне все просто очень нравится сейчас, я в восторге конечно, скоро уйдет пеленальный столик отсюда, придет мольберт, не знаю как скоро уйдет, потому что что-то думаю, может пока его не убирать, вот, хотя вроде им уже не пользуемся, дочка у меня проснула, сейчас будем с ней пылесосить, полы снова мыть, сейчас ее стульчик снова пропылесошу, каждый раз когда она пыется, можно пылесосить, и вот у нас есть маленький пылесос Redmond, не очень он хороший, но вот думаю зарядить его, чтобы он на кухне был, после того как дочка поест, немножко им прибираться, потому что у нас метелки просто нет, вот, что, а еще смотрите, я получается всю неделю по трекеру делаю вакуум, дня не пропустила, смотрите, давно такого не было, вот смотрите, это я полностью расслабила живот, и как бы, ну, вообще нормально, я считаю, просто, вот даже если посмотреть какие-нибудь мои старые видео с уборкой, мне кажется, там иногда видно, что у меня прям вот, ну, такой же вот, а сейчас просто, и видите, это как бы получается, вот, ну, чуть-чуть тут жира, лишней кожи осталось, на самом деле уже все ушло, после родов, это вот там, внутри органы мои уменьшаются, и я очень счастлива, просто, 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 вообще, такой резкий переход получился от темы с похудением, приведением себя в порядок после родов, к посудомойке, в общем, у меня такие скачки в видео получаются, ладно, наконец зашли руки намыть нашу посудомойку, хотела сделать это очень давно, именно вот запустить со средством, но перед этим надо было все намыть, я ее мыла один раз, месяца два с половиной назад, недели две-три назад, я купила средство от Сома для посудомойки, вот, чтобы запустить там все, промыла это средство, и когда я выбирала средство в магазине, на средстве от Финиш, по-моему, было написано, что его надо запускать, и мыть с ним посудомойку раз в месяц, а на средстве от Сома раз в три месяца, мне кажется, раз в месяц для посудомойки, это очень часто, вот раз в три месяца идеально, а как вы думаете, как вы запускаете, напишите, пожалуйста, мне будет очень интересно, ну, просто у нас посудомойка, в принципе, чистая, мы там что-то, ну, протереть, понятно, можно что-то, тряпочка, вот так, прям основательно, со средством запускать, все там намывать, мне кажется, раз в месяц, это, ну, очень-очень часто, долго не могла понять, как прицепить эту банку на нижнюю полку, но потом до меня дошло, что там есть крючок, кстати, говорю наперед, что мне очень понравился эффект от этого средства, реально была посудомойка, очень-очень чисто, все блестело, мы вернулись с дочкой домой, она еще там досыпает, лежит в кроватке, вот, и у нее там окошко открыто, посудомойка еще моет у меня, делала на диван, хотела записать видео, и прискакала сразу, она кусаться лезет, и хрюкает, вот, на зон, давно там заказ делала, но что-то сегодня не доходили до туда, чтобы забрать, потому что на машине все гулять, ездили в лес, заказала себе такой шампунь, семантик какой-то, ну, короче, мне подкупило глубокое питание и блеск волос, поэтому я взяла то, что мне сейчас надо, вот, а, с органовым маслом, такой шампунь попробую, потому что у меня был до этого вкус, я обычно всегда пользуюсь двумя шампунями, и чередую их просто, вот у меня от Зайтун шампунь сейчас, которым я вот сегодня голову мыла, кстати, вот волосы не расчесывала, ну, после гулянки пришли, их не расчесывала, они еще все запутаны, но выглядит очень хорошо, мне понравилось, буду так почаще делать, это феном нагревать, когда бальзам наносишь на волосы, отпусти, пожалуйста, вот, и что, был у меня, в общем, шампунь от Вкус Вилл еще, с кокосовым маслом, хотел его заказать, его можно заказать только на Валберисе, он недорогой, состав у него хороший, то есть там тоже такая большая вот бутылка, ну, вот этот 350 или 360 стоит, а тот, вот такая большая бутылка, за 160 или за 170 брала, ну, в общем, залезла на Валберис, его нету, вот, и еще, ну, все, там памперсы дочки, наш расходный материал, так, и заказала еще такую штуку, сейчас у меня были на ногах шпоры, типа, я ходила к подологу, и она сказала, что мне нужно купить гелевые накладки, чтобы правильно, у меня неправильно распределяется на пакет, неправильно распределяется нагрузка, она сказала купить гелевые накладки, такие какие-то там, я их в интернете не нашла где-то, что прям можно было заказать, и они быстро приехали, какие-то там непонятные сайты были, непонятно как заказывать, я не стала рисковать на них заказывать, вот, в общем, и просто, И мне нужно было еще разделить или для пальцев, типа купить эти накладки, отдельно разделить или между большим, и вот, который рядом с ним, пальцем на ногах. Вот, потому что, оказывается, у меня вот так происходит, вот большой палец, он как бы, ну вот, наезжает какой-то, ну, указательный нам в руке, на ноге-то он не указательный, наверное. Ну, в общем, вот так он наезжает, и у меня деформируется ноготь. Я даже об этом не подозревала, чувствую, что мне не очень удобно ходить, но я как-то не обращала на это внимания. И вот мне подолок сказала, что нужно купить такие разделители. И, в общем, я на озон залезла, посмотреть там, там вообще какие-то дешевые, типа, ну, за 200 с чем-то рублей. Смотрите, как эти штуки на ногах выглядят, конечно, вообще, как будто какая-то бабушка. Короче, хочу сверху носки одеть, потому что не очень удобно ходить, ну, потому что они вот так вот прилипают, не знаю, слышно, нет. Но ощущения такие знаю. Но все равно, вот видите, у меня палец заходит. Наверное, надо сюда какие-то помощнее разграничители купить. У меня вот здесь было на этих пальцах, и вот здесь. Вот здесь вот нормально, а здесь вот, ну, видите, это я просто... Либо туда что-нибудь запихать, вот в эту дырку, чтобы оно вот так было. Вот. Давайте я вам покажу свои успехи с трекером. Мне в комментариях тут написали, что не подошло. Мне очень подходит, у меня это прям заставляет двигаться вперед, идти, что-то делать, поднимать задницу, даже когда очень лень. Вот. По воде так прикольно. В первый день много пила, а потом все меньше, меньше, меньше. Тут два стакана. Но вот в эти дни, когда два стакана, там были два больших стакана по 400 миллилитров, поэтому можно считать за два. Один стакан за два, но по-честному отмечаю. Один так один. В общем, ладно. Вот. Для меня даже маленькая... Даже победа то, что я хотя бы пью воду, потому что раньше... Конечно, мало, но раньше я могла, типа, не пить вообще ее. Сейчас то, что я с утра встаю, я обязательно выпиваю стакан воды. И для меня это прям победа уже. И выпиваю. Вот, смотрите, каждый день делаю вакуум. Только понедельник не делала. Вот, надо еще сегодня отметить. В общем, что говорю. Делаю вакуум, сразу беру потом свои витаминки и выпиваю стакан воды. В кухне это делаю, вот. И то, что видны эти трекеры с дивана, меня прям очень мотивирует. Вот, конечно, вот, смотрите, скраб я делала два раза, получается. Массаж сухой щеткой делала. И еще делала в пятницу, по-моему, или в субботу. В субботу, в субботу я не отметила дело. В субботу массаж сухой щеткой. И что? Масло для волос делала только один раз. Вот. Телефон, стоп. Прям вот три дня я следила. Потом четверг, пять, субботу я забила на это. И сегодня я отмечу, потому что я сегодня прям много чего сделала. И телефон прям в сторону откладывала. Вот. Так что вот, в принципе, у меня пока получается. Пока получается все делать по трекерам. И я этому очень рада, потому что, блин, то, что я пью воду, это уже круто. И не только воду, еще и витамины. Это просто... Вообще, я так собой горжусь. Прямо молодец, себя хвалю. Вот. Я вчера ничего не снимала. Сегодня у нас уже вторник. И мы сейчас собираемся к врачу. Мне надо долечить свои зубы. Мне осталось три зуба. Мне было всего пять. В общем, два я вылечила в прошлый раз. Сегодня вылечу либо один, либо два. И уже в четверг один раз съезжу. Вот. И все. Зубами я закончу. Надо уже это дело сделать. Сейчас накрасила, собралась. У нас есть полчаса с дочкой. У меня дочка-то лежит, возмущается. И собака лежит рядом, хрюкает. В общем. Вот. Сейчас есть полчаса. Хочу немножко на кухне прибраться. И поедем. Да. Вот. Вообще, хотела рассказать, что эти выходные я ничего не снимала. Ну, вот только влог. Вот. И я так кайфанула. Вот мне реально нужны были эти выходные, чтобы вот отдохнуть и как-то перезагрузиться. Потому что у меня каждый год весной авитаминоз. Наверное. Не знаю. В общем, мне постоянно хочется спать. Весна кота апатия, усталость. Здесь нет настроения. А вот сейчас эти выходные прошли. Мы с дочкой отдохнули дома. Не торопясь. Все потихоньку сделали. И вот мне прям нужны были эти выходные, чтобы перезагрузиться. Я прям себя намного лучше чувствую. Да, зайка. Дочка уже возмущается. Потому что собака лежит на кровати. А ей не очень нравится. А собаку пришлось взять, чтобы записать вам влог. Потому что собака иначе лает. Посмотрите на нее. Вообще, она уже как бы осваивает то, что ей нельзя заходить в нашу комнату. Поэтому, я думаю, особо проблем не будет. То, что мы ее на кровать пускаем. Просто, когда мы уходим, дверь закрываем. И она не будет у нас, надеюсь, на кровати спать. Еще что хотела рассказать. Что, в общем, перед стоматологом я всегда стараюсь смазать губы бальзамом. Но у меня сейчас нет никакого бальзама для губ. И я покупала себе в прошлом году осенью вместо бальзама. Купила блеск для губ. Но он такой без этих блесток. Типа полупрозрачный. Немножко розовый. От Everline BB, по-моему. И он вот хорошо увлажняет. Где заживляет. Потому что, в общем, мажу. Потому что у меня все время губы сухие. Она в собаку выгнала. Она сразу влажает. Вот. И это. Короче, когда у стоматолога сидишь. Там рот постоянно открыт. И у меня часто потом бывает, что губы все в ранках. И поэтому я теперь стараюсь всегда мазать губы перед стоматологом. Еще сейчас смотрю. Не понимаю, что вот. Почему у меня вот так волосины отделяются. В общем, не знаю. У меня как-то шампунь. Я сейчас домываю. Да использовала его. Уже надо выкинуть. Все. Сегодня последний раз он умела. И от него вообще волосы пачкаются. Вечером уже все грязные. А если вечером помыть перед сном, то утром можно второй раз на волосы мыть. Я вообще и так волосы каждый день мою. А тут это вообще ужас какой-то. Вот. Ты что вот так? Я решила еще перекусить, еще кружку кофе выпить, потому что сегодня вообще плохо ночью спала. И да есть тут остатки каши из тарелки сына. Решила. Потому что зубы сделают. Короче, два часа, по-моему, есть нельзя. Сижу, смотрю на нашу кухню. Вот смотрите, солнце светит. Вот хлеб лежит. Надо уже сухари сделать. Хочу из них панировочный сухарь сделать. Вот. Смотрите просто, сколько разводов. Это же жесть какая-то. У нас на самом деле было вот еще хуже. Вот как вот такое пятно, вот видно. Вот. Вся кухня в таких пятнах была. И я просто намыла тряпкой с водой. Вот стало вот так. И я хочу еще раз намыть. Я уже на два раза намыла. И еще на один-два раза намыть. Вот. Ну потому что это просто ужас. Какой-то вот смотрите на нашу духовку. Вот это все видно только, когда солнце светит. Поэтому вот только тогда можно мыть. Я бы сейчас вот взяла намыла. Но мне уже вот покушать. И нам с дочкой одеться ехать. В верхней еще нормальные шкафы. И вот там нормальные. Но все равно видно немножко разбуд. Но там солнце на них не попадает. А вот здесь, где солнце попадает, это просто ужас. И там у меня висят эти две ужасные тряпки, которыми я пыталась все это намыть тут недавно. Вот. И пеленка нашей собаки там лежит. В общем, сейчас активно пытаемся ее приучить к своей пеленке. Много видео на эту тему посмотрела. Потому что, честно, уже достала эти маленькие микролужи по всей квартире убирать. Еще пока тут кушаю, конечно, сижу против света. Ну, ладно. В общем, решила еще немножко с вами поболтать. Будут такие болтовлоги. Вот. В трекер хочу добавить, кстати, пару. Я просто повернулась, смотрю на свой трекер. В общем, уже сегодня у нас вторник. И я вот вакуум каждый день делаю воду пью. Каждый день 1 стакан и витамины выпиваю. Просто вообще такая молодец. Крусь с собой очень. Вот. Так что мне трекер пока заходит. Но посмотрим. Это пока до сессии. Вот я знаю 100%, что когда сессия начнется, мне всего будет... Я на месяц просто из-за всего этого выпаду. И я опять потом буду месяц-два. Вот как в этот раз. Вот у меня в конце декабря сессия закончится. Только сейчас схожу в режим. Пока там праздники, все такое было. Вот. Мне себя потом очень сложно заставить войти снова в режим. Потому что очень расслабляюсь. Потому что много энергии на сессии трачу. Я не могу по-другому. У меня уже муж ругается и говорит за это. Может тебе уже не надо учиться? Ну, потому что лучше это все потратить на семью. Да. Еще вложить всю эту силу, энергию. А получается у меня все уходит в сессию. И потом я долго в себя прихожу. Вот. А в следующем году еще диплом. Ладно. Что хотела рассказать? В общем, недавно вам рассказывала видео, что, по-моему, про уборку. Что хотим заняться нашими комнатами. Что я, по крайней мере, хочу что-то там переделать. Сейчас сделаю перестановку в детской. В этом видео я делаю. Вот уже два дня прошло. И каждую ночь, где-то часа в четыре, сын приходит спать ко мне. Я не знаю почему. Я вот думала, он у нас стал спать. Может быть, еще потому, что ему кровать переставили. А сейчас я ее в другое место поставила. Но мне так больше нравится. Так у него больше сейчас пространства для игр. Вот. Пока так оставим кровать. Посмотрим. Мне кажется, у него какие-то сейчас эмоциональные опять штуки. Что он во сне просыпается. Иногда плачет во сне. Как-то он перевозбуждается, мне кажется. Хотя уже намного сейчас его стараемся день наладить так, чтобы все спокойно у него прошло. Типа не суперэмоциональный был день. Вот. Но все равно он у нас очень такой... Вот все время и плачет, и... Ну, короче, с сыном у нас пока сложно. Так. Вот. Рассказывала, что мы хотим... Хочу начать что-то менять в комнатах. Как-то делать их немножко поуютнее. И муж мне сказал, что скоро к нам придут строители делать замеры. И нам сделают шкаф в ванной. И вот здесь в кабинете, в дальней комнате, в комнате сына, сделают тоже шкаф, рабочую поверхность. И все-все-все сделают. Блин, я так рада. Это вообще... Единственное, у нас же там стол стоит мужа. И пока мы не знаем, куда мы его уберем. Муж говорит, может быть, расчистим сейчас балкон. Или балкон уберем. Вот. Вообще класс. Еще хотела сыну заказать наклейки на стену. Потому что думала, что кровать поставили в том месте. Там она и будет стоять. Хотела ему букву сделать, повесить над кроватью. Букву К. Костя. Но сейчас понимаю, что я постоянно эти перестановки делаю. Поэтому пока не знаю, стоит ли мне вообще заморачиваться. Я просто хотела над кроватью повесить космос и звезды. А получается, если у меня кровать постоянно в трех разных местах каждый месяц стоит, то как бы есть ли смысл это сейчас делать пока. Плюс, скорее всего, я очень хочу, чтобы дочка у нас спала. Кроватка дочки настояла в комнате у сына. И она там спала. Но пока она нам не мешает спальне сидеть. В принципе, нормальная кроватка. Но все равно хочется дочку переселить уже. Вернусь я от зубного. У меня теперь тут такой перекос как будто. Ну, не знаю. Прикольно тут, короче, носа в анестезии. И трогаешь. Так неприятно. Просто, короче, последние года три я зубы делаю без анестезии. А сейчас мне что-то переднее прям вообще больное сделали с анестезией. Вот в прошлый раз и сейчас. И вот тут тоже опять переднее будет делать. Тоже сразу в анестезии уже. Что хотела вам показать. Дочка тут еще лежит. И смотрите, у нас вообще в это зеркало. Сейчас будем зеркало, наверное, мыть. Надо сегодня поднимать полностью. Там, наверное, залезть нам. В общем, вот в эту дверь сын на машине въехал внизу. Так, вниз сюда въехал. И здесь пошла трещина. Вот. И к нам приехали строители, забрали дверь. И у нас, наверное, недели двери не было. Собака все время отсюда. У нас здесь обувь лежит. Вытаскивала ботинки сына. И грызла, в общем, их. Раскидала по всей квартире. И, наконец-то, вчера нам поставили дверь. Просто коридор с ней вообще по-другому смотрится. Сразу такой большой становится. Потому что эту дверь, это, ну, вот именно эту, это всюду видно. Если бы еще ладно, не эту, а то, что тут вот за стенкой не видно. А вот эту ее везде видно. Без нее как-то вообще плохо. И решила еще сюда немножко вставить наш такой семейный кусочек. В общем, вечером, пока я укладываю дочку спать, это время у мужа с сыном. Их только их, двоих. Там минут 30-40 они вместе играют, чем-то занимаются. И без меня только для них. А потом начинается время для нас с сыном. Вот мы с ним сидели сейчас вечером, пили чай с лимоном. И потом пошли книжку читать, ложиться спать. Сейчас зашла на канал перед тем, как начать монтировать. И увидела, что у меня уже 120 подписчиков. Спасибо вам большое, что вы на меня подписываетесь, смотрите, что я вам интересна. Я очень счастлива. Блин, я даже не ожидала, что за такой период я смогу столько подписчиков набрать. Для меня это уже очень много. Спасибо вам огромное. И буду заканчивать уже этот влог. Такая сборная селянка получилась. Рассказала, что у нас происходит. Спасибо всем за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok